Большая армия работников коммунального предприятия делает все возможное, чтобы Брест хорошел, а мы брещане можем им помочь, наведя порядок и красоту на своей дворовой территории. Ведь, как известно, дом начинается с придомовой территории. Ее вид и обустроенность может много рассказать о жильцах. Так, например, двор по адресу улица Героев обороны Брестской крепости 15 и 15 Д ухоженный, просторный и красивый. Рассказывает нам о том, что здесь живут неравнодушные брещане, которые, вооружившись идеей, желанием и трудолюбием, создали настоящий остров уюта. Представители трудовых коллективов, товарищи, собственников, ну и все неравнодушные граждане проводят уборку от мусора городских территорий, придомовых территорий, покраски мафов, ну, малых архитектурных форм, устройство цветочных плумб, высадки зеленых насаждений, ну, так сказать, для благоустройства своей прилегающей территории. В целом, больше половины дворов уже благоустроено, ну и в самое ближайшее время погода нормализовалась, уже будет оставшаяся часть дворовых территорий будет благоустроена. Мы постоянно поддерживаем территорию товарищества и детской площадки в благоустроенном, скажем так, виде. Мы поддерживаем туи, их пропалываем, поливаем, подрезаем, чтобы они были, росли в нормальных условиях. Не даем газону вырасти слишком большое, у нас есть в товариществе в каждом. Своя газонокосилка мы покупали, вот, по решению общего собрания, соответственно, сами самостоятельно косим территорию. Выходят жильцы, члены правления, вот, на помощь. Периодически подкрашиваем лавочки, качели, ремонтируем качели, если что-то сломалось, хотя, ну, детская площадка не принадлежит нашему товариществу, то есть она распределена на всех шесть домов, ну, мы по надобности все ремонтируем и приводим в порядок. Любой двор – это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи. Это мир, который хранит мечты, тайны и воспоминания, особенно в детском возрасте. Потому задача взрослых – сделать любую придомовую территорию красивой своими силами. Нужно только очень этого захотеть, немного потрудиться, и все получится. У нас люди выходят постоянно по мере надобности, если мы их просим, да, то есть, там, покосить траву, даешь клич, кто может, тот выходит. Почистить снег зимой – то же самое, то есть, если дворник не справляется, надо почистить парковку или еще что-то, люди выходят, берут лопаты и дружно мы идем работать. Осенью и летом мы проводим плановые субботники постоянно, осенью и весной. Значит, весной, после зимнего периода убираем территорию, приводим в порядок, ну и осенью, перед зимой тоже обрезаем растения, приводим в порядок, все, чтобы зиму пройти в спокойной обстановке и весной было поменьше работы. По возможности помогаю, потому что Олеся со мной трудно справляться, я состою в правлении, у меня трое детей, как бы я тоже не хочу, чтобы они клещей цеплялись, травы или еще что-то, тем более сезон клещей. Создать благоприятную атмосферу в доме, в котором живешь – чрезвычайно благородная задача. Она посильна только дружному коллективу соседей, ведь чтобы добиться результата, важна сплоченность. И таких сплоченных, инициативных, креативных, творческих людей в Бресте немало. Продолжение следует...